Так, ну что, ребятки, раскрыла я индейку, как и оказалось, вчера я прочитала, что не хватает части, и это оказалось опять крылой, причем даже, по-моему, тоже крыло, как и в прошлом году, вот вам почему стоит дешевле, потому что стоило, что 95 центов за паунд, вот за счет чего оно дешевле, за счет одного крыла, вот, но ничего, жалко, что, конечно, вытекает немножко сок, я ее вымыла хорошо, вычистила внутренности, внутренности я обычно выбрасываю, потому что вложены в мешочки внутренности, я все выбросила, почистила, там еще такая пластина лежит, которая держит ноги, все почистила, оставила только шейку, которую я буду ложить, конечно, вниз, все ее вымыла хорошо, и вот сейчас уже высушиваю, духовка у меня уже разогревается, сейчас 88 на 190 градусов, и так как это индейка у нас там 4, получается 300, ну, с учетом там шеи, всех внутренностей, скажем, 4 килограмма, значит, как я и в прошлый раз говорила, вы уже знаете, я делаю из расчета 1 час на килограмм, гости должны прийти к 4, сейчас 12 часов, поэтому как раз должно хорошо все приготовиться к приходу гостей, поэтому ставлю за 4 часа, сейчас ее в индюшатницу, есть утятница, а я ставлю в индюшатницу, вот сейчас вам уже покажу, естественно, выкладываю на одеяло из немножечко картошки, морковки, лука, внутрь ложу лук, каждый ложит на самом деле то, что любит, можно даже тыквы немножко положить, кто как любит, вот, так что сейчас все увидите, и так вот, все уже уложено, я сегодня не ложила много картофеля, ничего, потому что, еще раз говорю, ребята вегетарианцы, поэтому считайте это нам для двоих, и немножко то, что останется кости на работу, я убрала, удалила нижнюю часть, заднюю индюшки, здесь получается обычно есть перепоночкой, в которую я засовываю ножки непосредственно, но в этот раз она была порванная, я отрезала, потому что это лишний жир, так я уже его все равно убрала, и просто подперла ноги, чтобы они просто не усохли, и не развалились, не развалились, подперла вот этой картошечкой, сейчас слегка смажу маслечком, соль, перец, и в духовку на 4 часа, все, я уже приправила, даже внутри я решила положить яблочко, а не лук, лук просто внутрь положила, вокруг индейки, масла совсем чуть-чуть, я вот уже в этот раз купила себе вот это незамудрое приспособление, которое будет помогать мне, потому что через 2 часа нужно начинать вытягивать соком, поливать ее же соком, ее поливать, и я всегда делала это ложкой, это неудобно, сейчас уже есть приспособление, все, закрываем крышкой, в этом году крышка закрывается без проблем, потому что я выбирала небольшую индейку, уже знала, что людей будет не так много, и вот видите, в прошлом году не хотела закрываться, но плюс я ее на картошку уложила, а сейчас просто практически вплотную, все, она должна делаться все, буквально практически больше, чем 3 часа под крышкой, а потом уже последние полчаса мы даем ей без крышки, чтобы она прям совсем зазолотилась и поджарилась, все, поехали в духовку, итак, у нас прошло уже 2 часа, так практически осталось еще 2 часа, открываем, вот какая красивая, там уже и сок пошел, и вот она уже такая вся желтеет, сейчас я буду ее покрывать соком, так, берем наш аппарат, нажимаем, нажимаем, ну, а мне там шкурка мешала, вот набрали, и вот так поливаем, ой, она сразу заходится, вот такая прелесть, конечно, суперудобно, так равномерно все можно полить, потому что я когда-то делала ложкой, конечно, это все горячая, обязательно обжигалась сто раз, очень удобно, так что советую, она мне стоила доллар с чем-то, ну, скажем, даже 2 доллара, это вообще не деньги, даже ее, если она потом жирная, потому что надо выменьшить потом весь этот жирочек, все, вот так я ее полила, можно с той частотой поливать, с которой вы хотите, чем чаще будете поливать, тем лучше будет, ну, просто так как я еще параллельно убирала все остальное, то это, как всегда, естественно, вытащила через 2 часа, так, сейчас я еще буду делать гуакамола, перед гуакамолой я еще хочу поставить, добавить к своей индейке, которая еще делается час, добавить к ней скваш, это тыквочка такая, просто я ее нарежу сверху, солька, перчик, пару капелек маслечка, немного, потому что масло горит в этой духовке у меня полностью, поэтому я даже, наверное, и мазать не буду, покрыться такой хорошей, приятной шкуркой, а когда я вытащу, я уже немножко полью даже, нет, соком индейки не буду, потому что это вегетарианцы у меня кушают, просто маслечком растительным, так немножко спрысну, вот, все, сейчас я нарежу, и потом буду делать гуакамолы, и потом буду делать салат с кейла, сейчас последние полчаса, тарададам, вот, последние полчаса, тарадам, какая прелесть, ну, немножко разлезлась, конечно, но ничего, это тут все свои, тем более мясо будем есть только мы, сейчас я раскрываю, я ее поливаю, последний раз, последний подход, а сильно нечем поливать, потому что соус весь впитался, хорошо, все, хорошо, отлично, сейчас я ставлю ее еще, при выключенной уже, мод у меня выключенный, все, я ее просто ставлю, и она доходит без крышки, все, это сделано, там у меня уже в духовке стоит тыквочка, салат уже гуакамола сделан, сейчас я буду уже, вот, гуакамолы уже стоит, к нему уже эти хрустики, то-сти-то стоят, все, уже стол, да, можно спускать, отсервирован, итак, гости ушли, мне не удалось вам снять полный стол, все блюда, которые я хотела, потому что уже гости пришли, дети, бардак, балаган, все кричали, бегали, что-то просили, в общем, одним словом, уже не смогла вам снять, к сожалению, в этом году, у меня всегда не получается, это очень тяжело снять, знаете, когда уже гости пришли, и тут ходить с камерой, что-то рассказывать, показывать уже напряженно, потому что у нас такой здесь шум гам-тарарам был, вот только остаточки пустого стола, и грязная посуда, ворох посуды, кофе, вот вам демонстрирую, это вот туртики, кусочки, то, что ребята принесли, все, ну, здесь уже более-менее разобрано, и вот это еще остатки свежего, то, что было, это я уже так в одну скидала, это еще немножко сало, все, все, достаточно хорошо подъели, там у меня еще немножечко индейка осталось, чуть-чуть, детки хорошо поели, все поели, так что, в общем, все, что было запланировано, сделано, все, что было запланировано приготовить, сделано, было практически, я даже половина не стала делать, потому что уже видела, что слишком много будет, Костя говорит, ну, куда, у нас же не армия приходит кушать, всего еще одна пара, так что все-все подъели практически так, как я рассчитала, так что все, Thanksgiving закончился, и мы продолжаем нашу обычную жизнь к следующему празднику, а следующий праздник у нас Halloween, так что готовимся к Halloween, bye-bye!